Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловаться в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость почувствовал осязаемую Божью славу. Как бы вы думали, когда о возрасте четырех лет? Представьте, какой он сейчас. Скоро вы увидите его лично. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более сорока лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Эндрю, очень тяжело поверить, что всего в четыре года ты почувствовал присутствие Божие в своей спальне. «Пожалуйста, расскажи нам, как это происходило и на что это было похоже». Знаешь, Сид, когда мне было четыре, мы с мамой и сестрой направлялись в отпуск, и мы слушали кассеты с христианскими песнями. Что-то спустилось на меня, я весь покрылся мурашками. Я попросил маму, нельзя ли еще раз поставить эту песню. Она отмотала кассету, и мы послушали эту песню еще раз. Когда мы слушали, Святой Дух наполнил меня, я начал говорить на других языках. Слава Богу, мои родители поддержали меня в этом начинании. Я думаю, иногда люди исполняются славой Божией, но просто не понимают этого. У них не было предыдущего опыта. Но мама сказала, что это слава Божия. И после этого я начал проводить молитвенные встречи в своей комнате. Я всегда любил музыку, поэтому я начал петь, прославлять Богом. Иногда я танцевал. Просто веселился от всей души, потому что Бог был со мною. Ты был один? Да, я был один. Когда говорят молитвенные встречи, я представляю, что там много людей. Молитвенные встречи в четыре года? Там был я и Святой Дух. В четыре года. Я не мог отличить правую руку от левой. Да, я и Святой Дух. Я пел всехристианские песни, которые знал. Я поклонялся Ему. Молился и... Это тогда Святой Дух создал во мне голод по Богу. Тогда я почувствовал то, что ведет меня до сих пор. Ты знаешь, ведь не бывает Святого Духа Младшего. К детям не приходит Святой Дух Младший. К ним приходит тот же самый Святой Дух, который воскресил Христа. Он со мной до сих пор и действует в моей жизни всегда, постоянно. И с тех пор во мне зародился настоящий голод по Богу и по молитве. Сейчас в это сложно поверить, но было время, когда тебе говорили, что ты больше не сможешь говорить. У тебя было целых семь инсультов подряд. Да, однажды утром мы с женой лежали в кровати и разговаривали. Просто разговаривали. И тут со мной случился припадок. У меня никогда раньше их не было. Жена вызвала скорую, и они отвезли меня в больницу. Мы не начали проводить исследования за исследованием. Они пришли к выводу, что у меня было семь микроинсультов. И врачи сказали мне, что я больше не смогу говорить или петь. Для любого человека это будет плохой новостью. Но когда ты проповедник и зарабатываешь на жизнь тем, что разговариваешь, и разговаривать — это то, для чего тебя призывал Бог, это действительно страшная новость. Знаешь, мой язык был как бы изорван в клочья после этих припадков. Итак, мы отправились домой, и две недели мы молились, просили и верили в мое исцеление. Спустя две недели мы приехали к моему неврологу. Это был один из лучших неврологов на всем Юго-Востоке. Мы зашли в его кабинет, и моя жена была тогда на девятом месяце беременности. Плюс ко всему. Итак, мы зашли в кабинет, и он сказал, «Господин Тао, у вас было семь микроинсультов, вы уже никогда не сможете говорить». Надеюсь, вы это понимаете, услышать такое. А ведь на тот момент мы ожидали чудесного ребенка. Я не хотел соглашаться с планом врага, потому что это было то, чего хотел враг. Я сказал, что это то, что говорят врачи. Но я верю в силу слов. В словах есть сила, как жизни, так и смерти. Он посмотрел на меня сочувствием, словно я отрицаю очевидное. И он пригласил нас посмотреть мое МРТ, чтобы показать нам поражение моего мозга. Итак, он отвел нас к своему компьютеру. Моя жена села в одно кресло, он во второе, я встал позади них и просто молился. Я знал, что у меня есть обещание от Бога. Бог сказал мне, что я буду здоров, а все это будет моим личным свидетельством. Я стоял там и молился Святому Духу, пока он смотрел на мое МРТ, и вот что он сказал. Сид, подожди минуточку. Это не похоже на то МРТ, которое мы сделали в больнице, когда тебя привезли. Я был готов идти в Иерихон. Я был готов бегать по кабинету. Я был просто готов кричать. Он сказал мне, что хочет провести консилиум с другими неврологами в больнице. И спросил, смогу ли я прийти через час. Я сказал, что приду, и что новости будут такими же. Ничего не изменится. А все потому, что я доверяю Богу. Итак, мы с женой пошли в кафе Чик Филл, и хорошо там поели. Мы совсем не переживали. Могу себе представить. Мы вернулись, и он сказал нам, что они все обсудили, и пришли к выводу, что у меня вообще никогда не было инсульта. Он был изумлен. У них было два заключения. Либо никогда не было инсульта, либо это было чудо. Когда у вас было исследование МРТ, которое говорит, что у вас семь микроинсультов. Мне нужен перерыв. Расскажи мне об этом тройном помазании. Я никогда не встречал такой термин раньше. Тройное. Где ты услышал это? Я пророчествовал о новом движении Бога. Он дал мне откровение о новом движении. И однажды ночью я увидел самый реалистичный сон за всю мою жизнь. Я спал, а Иисус перенес меня на стадион, переполненный людьми. Не просто тысячи людей, а десятки тысяч. Я и Иисус находились на самом верху стадиона. Когда я посмотрел вниз, я увидел тысячи людей, бегущих к алтарю. Я проводил служение на стадионах, но я никогда прежде не видел ничего подобного. Люди не просто шли к алтарю. Они бежали, будто охваченные безумным голодом. И когда они бежали к алтарю, они принимали Иисуса как своего личного спасителя. Он разрешил мне видеть души. Я мог видеть трансформацию этих людей, которые переходили от тьмы во свет. И после этого, я увидел волну исцеления. Она накрыла всех находящихся там. Я могу описать это только как цунами исцеления. Не меньше. Это происходило среди тех людей. У десятков тысяч людей прекратилось развитие рака. А ведь многие из них болели годами. Я видел, как люди вставали с инвалидных колясок. Я стоял и смотрел, и был в таком изумлении от того, что видел на том месте славы. Я просто не мог в это поверить. Я смотрел на Иисуса в абсолютном изумлении. И Он сказал мне, «Посмотри еще, что будет еще. Наблюдай дальше». И я снова посмотрел на людей, и я увидел, что людей сковывали некие цепи. Эти оковы были такими крепкими, так что люди просто не могли поднять свои руки. Эти воспоминания и сегодня заставляют меня буквально плакать, потому что я видел, как люди находились вне свободы, но Иисус разрывал эти оковы Своим святым могучим словом. «Понимаю, ты как будто вновь это переживаешь». Да, большинство служений концентрируются на одной области, либо на душеспасении, либо на исцелении, либо на освобождении. Я никогда не видел, где были бы все три составляющие. Я никогда не испытывал ничего подобного. Он сказал мне кое-что, я был очень взволнован. Он сказал мне, что это называется трехфазным движением. Эти три фазы – это душеспасение, исцеление и освобождение. А знаете, что прекрасно в этом, что это не только для Эндрю и стадиона, который Бог показал ему. Это и для вас. Эндрю говорит, вам нужно принять лишь одно решение, чтобы увидеть самое великое движение Святого Духа в вашей жизни. Мы скоро к вам вернемся, поэтому оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Эндрю, ты говоришь, что это новое движение отличается Божьей славой. Да, он говорил со мной и сказал, что это движение управляется только славой Божьей. Никаким человеком. Люди никак не могут на него повлиять. Это от Бога. Я очень этому рад. Да, я тоже. Он сказал, что слава Божия будет управлять этим движением. Только слава Божия меняет жизни. Только когда появляется его слава. А ковы рушатся. Только тогда. Возможно, душеспасение, исцеление и освобождение. Ничего похожего на это спасение мы раньше не испытывали. Больше всего это похоже на книгу Деяния. Вы помните, какие могущественные чудеса происходили там? Итак, Иисус желает, чтобы верующие следовали этому трехфазному помазанию. Я прав? Знаешь, когда я проснулся от того сна, я был так озадачен этим термином трехфазной, потому что раньше я слышал его только в сфере развлечений. А я вообще никогда не слышал этот термин. Я никогда не слышал о таком в церкви. Поэтому я начал молиться, и он начал открывать мне. Он сказал, что хочет, чтобы я начал изучать Писание, потому что есть доступное помазание. Нам не нужно ждать этого движения. Нам нужно начать его. Бог хотел, чтобы я изучал Библию. Я стал это делать. Я понял, что если вы посмотрите на великое поручение, то вы увидите там души спасения. Все должны проповедовать Евангелие. Вы увидите исцеление. Нужно было исцелять немощных, и вы увидите там освобождение. Нужно наступать на дьявола. Вот что нам нужно делать сегодня. Армия Бога, Божьи люди, каждый верующий призван ходить в трехфазном помазании. Скажи, а как мы можем изменить мир, просто сказав одно слово «да»? Я могу рассказать про свое «да». Одним воскресным утром я был на середине своего служения. Мы были в разгаре поклонения, когда Святой Дух говорил мне. Он сказал, что хочет, чтобы я вознесся с ним и получил знание об исцелении. И вот я там, на службе, говорю со Святым Духом в своей голове, но мне нужно закончить службу. И Святой Дух сказал, «Если хочешь закончить службу один, я уйду, а ты заканчивай». Я не хотел заканчивать служение один, поэтому мы вознеслись, и я получил знание об исцелении. И вот бабушка, опирающаяся на трость, получила исцеление, и она выбросила эту трость и больше никогда ею не пользовалась. Божие движение начало действовать на том служении. И я верю, что Святой Дух рассчитывает найти в нас партнеров. Он желает использовать нас в своих целях. Но он ждет, что мы скажем ему простые слова. «Господи, используй нас для своего движения. Используй меня для своего служения, потому что без тебя я просто плоть, которая не может ничего делать. Ты наполняешь меня исцеляющей силой. Именно этого желает от нас Дух Святой». И когда ты это говоришь, ты должен быть готов взять на себя риски. «Да, это так». Эндрю, помолиться, чтобы трехфазное помазание пребывало и в вас лично. Не уходите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Ты говоришь о важности секретного места. Мы все об этом знаем. А что это за место такое секретное? Секретное место — это любое место, где вы можете общаться с Богом. Библия говорит, когда вы зовете Бога, Он всегда отвечает вам. Секретным местом может быть комната для молитвы. Это может быть ваш автомобиль. Любое место, где вы можете общаться с Богом и молиться. Некоторых из вас, кто сейчас смотрит нашу передачу, Бог зовет в секретное место. Он желает говорить с вами и уже давно. Самое удивительное, что Святой Дух хочет с нами сотрудничать. Он желает, чтобы мы помогли Ему достичь цели. Хотя Он легко может сделать это Сам, но Он хочет использовать вас. Бог сказал тебе, что время игр закончилось. Что это означает? Я думал, как я могу объяснить это вам. Когда Бог говорил мне об этом новом движении, Он сказал, что люди не могут повлиять на Него. Посмотрите на апостолов. Они не пытались как-то упростить послание или быть со всеми дружелюбными. Они просили, чтобы Бог дал им больше смелости, чтобы Он дал им больше чудес и знамений. Они просили, чтобы Бог благословил их большей храбростью для проповеди Евангелия. Когда я говорю, время игр кончилось, я имею в виду, что мы достаточно долго льстили друг к другу. Мы поступали согласно своим планам и программам. Я думаю, в душах должна произойти перезагрузка. Это новое движение будет сопровождаться знамениями, чудесами, и мы обязательно это увидим в самое ближайшее время. Мы все это увидим, потому что в этом новом движении нет места играм, ведь это Царство Божие. Вспомните историю об Анании и Сапфире, как они солгали апостолам, и апостолы не церемонились. Они вынесли приговор и сделали это немедленно. Когда ты говорил о времени игр и об Иисусе, ты был словно ребенок, приступивший к Царству Божьему. Ты начал в 4 года. Твоя дочь начала в 5 лет. Расскажи, что с ней случилось, когда ей было 5 лет. У меня есть комната над гаражом, я называю ее верхней горницей. Я, как обычно, молился там, когда услышал, что дверь открылась. И моей первой мыслью было сказать, «Юлиана, спустись вниз, я приду через минуту, и мы будем играть». В этот момент Святой Дух сказал мне пригласить ее к молитве. Он сказал, что ей нужно видеть, как молится ее отец. И я сказал ей, «Юлиана, почему бы тебе не присоединиться к папе?» Я никогда не забуду этого. Я даже выложил фото в Фейсбуке, мне оно очень нравится. У нее была маленькая пластиковая корона на голове, когда она зашла. Она была в пижаме и с маленьким барабаном. Так мы прославляли Бога, она просто играла на барабане. Вдруг комнату заполнила слава Божья. Я начал плакать. Я лег в присутствии Бога, просто лег и молился. Она легла позади меня и тоже начала плакать. В начале я подумал, что она просто повторяет за мной. Но Святой Дух сказал мне, что сегодня Он будет действовать в ней в своей силе. Я хочу наполнить ее собою, сказал он. Он сказал мне положить на нее руки и объяснить ей, что происходит. И он не зашел на нее. Я положил на нее свои руки и сказал ей, «Юлиана, Святой Дух, желает не зайти на тебя сейчас». Сид, это было самое красивое, что Бог показал мне за все время моего служения. Потому что, когда я положил на нее руки, она начала молиться на другом языке. И в тот день мы несколько часов были в его славе. Такого больше не было никогда, ни до, ни после. Вот так Бог учил меня важности молитвы для детей. Часто мы игнорируем своими детьми, но мы должны учить их молиться. Я думаю, ты можешь помолиться за всех тех зрителей, которые смотрят нас сейчас, чтобы это трехфазное помазание снизошло на наших телезрителей, чтобы в людях проснулся голод по Богу. А когда у людей есть этот голод, Бог с легкостью его удовлетворит. Но прежде чем Эндрю помолиться за вас, я хочу, чтобы вы помолились со мною сейчас. Повторяйте. Эти простые слова, они помогут вам приблизиться к Богу и наследовать его спасение. Скажите, дорогой Бог, повторяйте за мной, дорогой Бог, я грешник. Я согрешил против тебя. Я сожалею об этом. Я верю, что кровь Иисуса омывает все плохое, что я сделал. Боже, ты больше не помнишь об этом. Этого не существует. Так говорит твое слово. И теперь я абсолютно чистый. Иисус, я приглашаю тебя прийти ко мне. Пожалуйста, не оставляй меня. Дай мне мир, который превыше человеческого разумения. Я делаю тебя не только своим спасителем, но и Господом. А теперь помолись о трехфазном помазании для всех зрителей. Пусть оно сойдет на каждого. Боже, прошу тебя, направь свою славу сейчас на людей. Боже, я благодарю тебя, что ты даруешь нам, Духа Святого, когда мы просим. Благодарю тебя, что ты направляешь Духа Святого на моих друзей прямо сейчас. Благодарю тебя за трехфазное помазание, которое разрывает любые узы и окобы. Окружи их. Войди в них. Не просто снизойди на них, но пройди сквозь них. Я благодарю тебя, что ты призывал их. Вы все отмечены Богом. Вы несете в себе славу Божию. Вы призваны к тому, чтобы проповедовать Евангелие, и Бог найдет для вас путь и способ. А вы должны быть внимательны к Его голосу. Какой способ Он изберет лично для вас. Благодарю тебя, Дух Святой, что ты снизошел на них, окружил их, прошел сквозь них именем драгоценного Иисуса Христа. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Трейси Кук. А вы знаете, что Бог приготовил вам духовные дары? Да, для вас. И они просто ждут своего времени, чтобы открыться. Присоединяйтесь ко мне в передаче Сидорота. Это сверхъестественно. И вы узнаете, как получить эти дары уже сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН онлайн-сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на АСН. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня. Когда Гитлер пришел к власти, маленькая еврейская девочка была отправлена в концлагерь. Там она мучилась, трудилась как рабыня и почти ничего не ела. Больше сотни ее родных были жестоко убиты. Когда она обрела свободу, горечь переживаний вызвала столько болезней, что она перенесла 27 операций. Затем она обнаружила откровение, которое полностью изменило ее жизнь. Окончание этой реальной истории вы найдете на сайте, указанном на экране.